перезапускаемся да я надеюсь что мы сейчас и да мы вышли снова в эфир если вы не слышали что нам нужно подписываться то давайте подписываться и тогда вы может быть у нас технических проблем будет меньше а мы с ольга начали обсуждать обыски задержания у российских журналистов и политиков связанные с уголовным делом и пономарева в четверг да и в семи регионах россии прошли масштабные обыски одного из собственных людей это очень популярный массе человек михаил лобанов бывший депутат бывший кандидат депутата госдумы его избили была кровь на полу но при этом арестовали на 15 суток за якобы неповиновение полицейским во время обыска надо сказать что все эти масштабные обыски прошли по делу бывший депутат госдумы или пономарева которого очень много лет ну наверно 10 наверное может быть чуть меньше нет россии он живет в украине и почему нужно проводить обыски масштабные по его высказываниям человека которого который не живет здесь никак не связан здесь не с муниципальными депутатами и с выборами журналистами совершенно непонятно обыскали возбудили дело задержали приговорили так каждый день мы поддерживает всех кто так или иначе отстаивает свою позицию кто не боится кто все-таки остается в россии несмотря на вот эти вот ну на самом деле очень тяжелые очень тяжелые события для самих себя то это очень большой риск да это большой риск и на прошлом стриме мы говорили о том что более почти 20 тысяч человек вот по состоянию на середину декабря в россии подвергли тем или иным наказанием за участие в антивоенных акциях а еще на прошлой неделе мы говорили о репрессиях в отношении московской кельсинской группы который решил закрыть медиус через суд и как мы предполагали московской кельсинской группы выпустила заявление о том что они продолжат свою работу вот цитата система образующая правозащитная деятельность московской кельсинской группы в новой россии хорошо известна эта деятельность становится все более востребована в условиях нарастающего преследования любого несогласия с властью мы заявляем что московская кельсинская группа была есть и будет независимо от желания властей правозащитники напомнили что со своего основания в семьдесят шестом году и до по моему 1982 года московская кельсинская группа действовала без какой бы то ни было регистрации официального лица и в общем-то это не проблема продолжать ее деятельность дальше без какой-то бумажки от минюста точно так же это продолжает свою деятельность мемориал как продолжать свою деятельность голос как продолжают свою деятельность огромное количество правозащитных организаций которые по закону ради как уже не не существуют да мы все полагаем что после нового года но во всяком случае вас третьем году придут в сахаровский центр ну со всей очевидностью а после сахаровского центра мы ждем закрытия руси абсолютно к этому готова вот еще руси сидящий владимир прямо вот как не хочется на новый год портить настроение владимир так олег у нас точно не в россии владимир шопта сдух путин увеличил численность в сидах на 10 тысяч человек тюремщиков набирает во всех аннексированных регионах во всех кроме запорожской области при этом для нас для уехавших для по на уехавших госдума решила ввести повышенную ставку налогообложения какие идиоты ребят те кто уехал те кто уехал и перестал быть резидентом налогоплательщиком российской федерации и без того платят 30 процентов налогов 30 процентов поэтому мы стараемся не платите ничего в россии заработать не зарабатывать и так будут делать все по на уехавшие они просто перестанут зарабатывать в россии так вот молодой заявил что депутаты работают над соответствующими изменениями в законодательстве по его словам преференции для покидавших страну нужно отменить какие такие преференции совершенно понятно почему они сбежали тот кто осознал что совершил ошибку уже вернулся остальные должны понимать подавляющая часть общества не поддерживает их поступок считая что они предали свою страну родных и близких написал володин господи ты боже мой как же это все знакомо как же это все знакомо как это мне напоминает мое детство золотое гарнизон дом культуры где вот это вот все все стены были расписаны в солженицынах буковских и так собственно я узнавала что существуют люди на земле до которые называются диссиденты и которые на самом деле борются с этим гарнизоном в том числе дома культуры который был весь исписан там шпионскими камнями и ужасными совершенно американцами которые ужас возили во втором днище автомобиля таран тарантов возили библии там и всякие разные другие подрывные ужасные книги да и вот еще единая россия готовит законопроект по которому не резидентом запретят работать удаленно и он будет касаться не всех специально список будет определять правительство дорогое наше родное российское правительство пять лет я работал удаленно и буду работать чтобы там не придумали отменить интернет чао какао целую крепко ваша воля мне кажется что вот этот вот эти законы они направлены даже не столько против журналистов и прозащитников которые уехали из россии сколько про они призваны как-то повлиять на специалистов войти отраслях которые в общем-то продолжают наверное какие-то связи с российскими работодателями сохранять но увидим эти связи очень хочет российское правительство оборвать вот буквально когда мы решали технические проблемы из-за которых мы перенесли наш стрим я увидел новости из своей родной воронежской области из черноземья вот с начала войны уехало более 5000 семей то есть семей с детьми это определили по счетах и по стиле и это в пять раз больше чем год назад и мне кажется что именно к этому приводит принятие вот таких вот законов и еще еще вот эти вот слова про то что уехавшие предали свою страну родных и близких но есть и более радикальные предложения вот у наших депутатов депутат госдумы единорос Николай брыкин считает что россияне уехавшие за границу после начала войны должны попадать вроде пусть он разрешил говорить слово война мы мы его говорили и без его разрешения но видим николай брыкин это еще не дошло он предложил всех уехавших из россии людей подвергать действию закона об иностранных агентах вот тоже вот это то у нас какой-то начало нашего стрима скринжовых цитат появились трусы-перебежчики они же предатели родины буквально каждый житель россии задается вопросом что же будет с этими позорниками дальше они изобретают на ходу эти слова вспоминают из детства как им совесть позволит жить спокойно в таких странах если вообще у них совесть для себя принял четкое решение будем инициировать законы признания этих паразитов но еще паразиты иноагентами хватит терпеть таких подонков на шее в общем люди которые уехали из россии вряд ли могут паразитировать на россии извините но дальше еще идет наверное главный оратор 2022 года человек который изобретает слова типа подхрюкивающие по цвинке это забрится от безопасности дмитрий медведев он призвал не пускать уехавших россиян обратно до конца их дней и не давать возможности зарабатывать вернуться по его мнению а уехавшим могут только после публичного раскаяния а в подавающих случаях только через амнистию или помилование ну и дальше вот идет цитата она конечно с его постом вот про жрецов я уже не помню как это ужасным жрецов не дотягивают но тем не менее предатели которые так ненавидят свою страну что призывают ее поражение гибели должны рассматриваться как хостис публику с ради общества вне зависимости от юридической квалификации их деяний таких лиц не следует пускать обратно россию до конца дней их нужно полностью отрезать от источников дохода в нашей стране в чем бы они не состояли а моральную ситуацию когда предатели которые желают своей стране поражения параллельно зарабатывать на россии нужно прекратить на раз и навсегда возвращение таких лиц дома может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния в подобающих случаях через обнести или помилование лучше бы мне возвращаться нету дмитрию анатольевичу которая в общем-то в свое время клялся на российской институции хочется напомнить одну статью из российской институции статья 27 пункт 2 каждый может свободно выезжать за пределы российской федерации граждане российской федерации имеет право беспрепятственно возвращаться назад свою страну но и дальше всех пошел сенатор членцев этой федерации сергей цепков ну вот он решил как не изобретать слова он сказал что всем этим органам и маркин штернам хотя я не хотел называть имен всем тем кто критикует россию из других стран нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников с в о независимо от того звезды это или айтишники мне кажется что они читал да но но скажу да но мне кажется что в последнее время звучит очень много предложений поменять институцию видимо нас ждет еще какие-то интересные выборы референдумы и все остальные слова которые россии можно играть в такие же кавычки как и а тем временем почему-то внезапно в мин цифры вступили за уезжающих айтишников глава ведомства максуд щедаев сообщил что министерство проработает вопрос о включении дополнительных эти специальности в список на отсрочку отнесения срочной службы в армии кроме того мин цифры выступил против ограничения на выезд айти специалистов за границу ну я думаю что во первых поздно пить боржоми когда почки отвалились вторых слушайте но вот мне очень нравится что алексей венедиктов практически каждый свой эфир на их и последнее время сообщает цифру которая и меня поражает что в армению в маленькую армению сейчас резко выросла ввп уехала 50 тысяч российских айтишников не пять 50 тысяч только в армению ну и я думаю что эта цифра будет это число это будет увеличиваться потому что собственно почему нет если родина начинает ну не родина конечно если вот эти вот все все вот эти медведевы которые сообщают нам о том что там до конца нашей жизни они будут нас преследовать я вам очень рекомендую сейчас тем кто меня слушает тут те кто нас слушает почитать скачать послушать что есть аудиоверсия но в небольшую очень книжку шестиглав бориса акунина адвокат беса там про как раз как победили светлые силы и что случилось с каждым ну медведев это просто заперли в сумасшедшем доме там было очень забавно что случилось дом том что случилось шагу золотов и делал классическую операцию поменял кожу и пол например а что случилось шагу я не скажу просто послушать очень забавно очень и забавно бастрыкин путин чё там чё там с каждым но такая занимательная очень внимательно очень штучку написал наш дорогой борис шалыч да очень иронично и к сожалению очень грустная но о том сколько куда уехала скорее всего же россии будет очень трудно узнать потому что российские власти видимо продолжают заниматься своим любимым развлечением дают указания сми из разряда слова нет а жопа есть москву таймс рассказала издание москву таймс рассказал о том что провластным сми запретили писать о мобилизации распоряжение якобы поступило из администрации президента накануне новогодних праздников источник издания вот говорит что ранее вот государственные сми могли писать и про текущую мобилизацию про возможные сценарии прогнозы теперь все прогнозы поставлены на стоп и в требовании говорится что нельзя цитировать даже если заявление сделал депутат госдумы или сената сами депутаты вот в этом материале говорят источники что никаких запретов на обсуждение частично или там дальнейшей второй волны мобилизации у них нет но я бы хотел напомнить что мобилизация то у нас не закончилась это есть революция начала нет революции конца и то же самое расходит частично мобилизации никакого документа о том что она закончилась нет 31 декабря заканчивается осенний призыв и дальше военкоматы будут руки развязаны что называется но мобилизация такая штучка без конца а все почему а потому что у нас есть замечательная замечательная политика под названием бабы еще на рожают новых на рожают тех кого я можно мобилизовать и мобилизованным поэтому дадут квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов заморозил сперму и дальше можешь идти на войну больше ты не нужен больше никак вот там можешь помирать у тебя все заморожено бабы на рожают новых тасс цитирует письмо минздрава полученная президентом союза адвокатов россии игорем труновым он сообщил что обращался ведомство по поводу создания бесплатного криобанка генетического материала участников участников войны тем кто записался на войну и в этом в этой песне говорится о бесплатной программе на 22 24 года 22 уже наверно никто не успеет чем заморозить хотя можно вот ну а 24 все равно видите планируется что 24 можно будут мобилизанты и будут замораживать сперму последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках обязательного медицинского страхования то есть суррогатное материнство нельзя ничего нельзя а вот это да сперма мобилизованных особо особо ценный материал ну постольку поскольку видимо предполагается что-то из этой спермы дозоидов провязать такие же безголовые мобилизанты возможно но может быть родятся мобилизанты которые умудряются говорить нет и не участвовать войне те кто участвует войне секретарь генсовета единая россия андрей турчак предложил увековечивать на фасадах российских школ на которые предполагается наносить портреты героев специальной военной операции и вот тоже цитата правильно чтобы в городах и поселках где наши герои родились и выросли люди о них знали речь конечно идет и о школах где они учились сказал турчак он предложил следующем году при реализации программы капремонта школ наносить на стены и фасады изображения героев великой отечественной войны героев сво ну тут в цитате вов и сво видных исторических деятелей турчак высказал идею в серединке 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 эфира напомним что хорошо бы подписаться на на наш канал ну и поставить лайк поскольку поскольку нам кажется эти новости очень важными и нам кажется не только вы должны их знать но и ваши соседи ваши друзья ваши близкие это действительно важные важные новости о стране которая пошла в разнос это новости о которых важно говорить и которые важно обсуждать потому что если не обсуждать если не ввести дискуссию то появляются вот такие инициативы с которой недавно выступил патриарх кирилл он попросил вот у нас только что мин цифра значит она хочет как-то остановить отток айтишников им дают какие-то преференции льготы отсрочки в том числе от мобилизации а патриарх кирилл попросил делать то же самое для священников он заявил в докладе на епархиальном собрании в москве и у него цитата ну я не знаю как ее характеризовать и просто зачитаю пользуясь случаем отвечу на волнующих многих вопрос подлежат ли священнослужители мобилизации случае объявления таковой но она уже объявлена сожалению законодательство отсрочка от мобилизации для представителей духовенства на сегодняшний день не предусмотрено и вот дальше очень интересная фраза при этом святые каноны церкви строго запрещают священнослужителям ступать на военную службу видимо вот гнать других людей на убой забывая там и о заповеди не уби и о заповеди возлюби ближнего своего как самого себя это нормально а вот самим отправиться в армию это по версии патриарха ненормально ну чем больше людей не попадают под мобилизацию тем меньше людей отправиться на войну с работой страны да кстати как тогда быть с армейскими капелланами которые повернули в армию что их теперь рисовать очень странный обряд давайте посмотрим видео под вдохновляющий музончик но вообще-то конечно уже кто-то не вспомнил картину рейриха который один в один повторяет град обреченный или град осужденный но это в общем град обреченный да тем временем подписал закон о статусе георгиевской ленты и она приравнился теперь к символом воинской славы россии из-за ее сквернения может грозить штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет и я напомню что георгиевскую ленту несколько лет назад придумала пиарщица риа новости наталья лосева просто придумала ее из головы просто взяла из головы придумала за что она получила премию а теперь значит за вот это вот творение пиарщиков на зарплате до риа новости там грозит до пяти лет хотя чего я сказать мы это не оскорняем а вот как раз больше патриота и если вы вяжут собачкам там и на машины и так далее но я думаю что все равно рынке не грозит но и патриотов денег достаточно тоже издание москву таймс сообщают что бюджет вагнер составляет частной военной компании наемнической составляет около 100 миллионов долларов в месяц финансирование идет от небюджетных фондов ради газпром нефти и закатой бюджетных статей минобороны но это очень интересное вот такое использование государственных денег на частного компания но 100 миллионов долларов это в общем бюджет такую это ну это бюджет кого-то не очень большого но все-таки целого региона и вот за месяц вагнер расстреливают эти деньги там запускают в украину я уже говорил когда в украину летит ракета она уничтожает только садик это существовал в украине но и садик который мог бы быть построен на эти деньги где-то в россии но о деньгах эти люди не очень любят говорить и вот появилась новость о том что из росреестра пропали данные его и пригожиной жены пригожина который вот в компании ее компания соинвест через фирму тор статус владеет 39 тысячами квадратных метров земли на побережье черного моря 25 километрах от от дворца путина который кино про который мы смотрели всего меньше двух лет назад да я не уверены что жена суровикина подпадает под какие-то ограничения в публикации хотя черт его знает то я напомню что не путин внезапно подписал закон вопрос уже сегодня к вечеру по которым вообще чиновники не должны никакие чиновники декларировать свое имущество начиная 24 февраля какое совпадение да и при этом кстати еще можно не декларировать подарки и в том числе могут не декларировать подарки люди которые участвуют в войне и будет ли считаться подарком там там условная стиральная машина которые отправляют из дека куда-нибудь в сибири это очень интересный вопрос думаю что да а тем временем пригожин с почтями но не сегодня да вот на днях хранил наемника наркоторговца спикерами спикерами когда похоронах выступали некие люди они называли погибших супергероев лучшего мира при этом выяснилось что спикеры которые так собственно переживали судьбе супергероя вообще не знали погибшего и что он за деньги набрал массовку на эти похороны массовки платили по-разному сообщать программ канал м.о. от полутора до 200 тысяч рублей около 50 человек вот таким образом было набрано организованно привезли эту массовку на автобусах и среди большинство практически все не имели никакого понятия личности супергероя лучшего воина мира интересно что пригожин вот во время этих похорон он дал интервью в котором рассказал что в украине то что было у нас в 90-е общество потребления он сказал что украинцы хотят только чтобы у них были красивые вещи и вкусная колбаса а то что не будет страны которая существовала до них тысячу лет для них это безразлично и мне вот интересно вагнеровцы которые сражаются с украинцами которые никак не могут там никаких войнных побед достичь они бы думают что люди с которыми они сражаются бьются за свою страну за свою родину за свои семьи или за колбасу и джинсы что называется во-первых колбаса и джинсы тоже вещь хорошая все-таки давайте будем давать вещи своими на во вторых во вторых то есть пригожин фактически признал что украинское государство существует тысячи лет получается получается так получается так дорогой владимир владимирович путин обратите внимание вы говорите ленина создала украина пригожин считает иначе возможно ленина создали собою 988 году ну с пригожином есть кому подискутировать и вообще пригожин стал такой фигурой одной из самых публичных фигур в россии концу года и член комитета госдумы по обороне генерал-лейтенант виктор соболев заявил что по его мнению чувака вагнер играет спецоперации не такую ключевую роль чтобы диктовать свои условия он так отреагировал на критику со стороны наемников из вагнера которые записали видео с которым они отругали начальника генштаба герасимова за отсутствие артиллерийских боеприпасов вообще не умение воевать и здесь конечно интересно что сам виктор соболев это бывший генерал действующий генерал-лейтенант ранее он возглавлял 58 армию и насколько вот успел прочитать до эфира это он ее возглавлял когда 58 армия участвовала в штурме бесланской школы во время теракта в беслане тем временем все таки все таки да генералы сейчас очень фракированы вагнеровцами и конечно создается довольно мощная коалиция против пригожина хотя конечно не знаю прилично ли было бы начали по генштаба герасимову сейчас предъявить за эти все выражения потому что пока к воровским законам если он не предъявят значит он она и есть а вот как предъявлять ему номер как начале генштаба общем пусть сами разбираются и все горят в аду но тем не менее депутат госдума от волгограда алексей гимбатов вот как раз вагнеровцев пока любит этим пока до него не дошло сведения противоречиях в верхах поэтому пока так за пригожина и продолжила вать школу поселке новый рогатчик честь погибшего бойца вагнера алексея нагина а кто такой алексей у нас на один четырнадцатом году грабителем занимался грабежом он отжал машину и заставил владельца подписать договор купли-продажи но видимо с использованием паяльника утюга и прочих вещей которых он хорошо видимо умеет по умел пользоваться он был осужден на районным судом тем не менее это не помешало никак похоронить нагина на аллее славы и очень странно что выбор депутата гимбатова вот пал на сельскую школу такую районную школу а вовсе не на ту школу где учат его собственные дети а чем его спросили журналисты опять же журналисты все еще могут это спрашивать и публиковать и это страшно интересные новости молодцы и журналисты журналисты его спросили почему он не хочет назвать именем вагнеров сограбителя школах доручит его собственные дети а в ответ депутат не нашелся что сказать он написал очень длинный пост и в нем депутат обвинил кого журналистов знаете в чем плохом воспитании и конечно он угрожает собственно автор вопроса уголовной ответственностью за оскорбление памяти защитников отечества ну и заключенных заключенных стали привлекать для помощи семьям мобилизованных это происходит в мари-эл республиканская уфсин управление федерального службы плане казани сообщила что осужденный к 3 раскололи дрова жене мобилизованного женщину за маленькими детьми проживает деревне нижняя азиакова в уфсин сообщили что идея колоть дрова появилась у начальника исправительного центра и судя судя по всему судя по тому как выглядят эти самые заключенные нифига это не заключенные и к 3 хочу вам сообщить что заключенные и к 3 не могут выглядеть так как нам показали на картинке а может еще раз картиночку смог показать заключенными так вот это не заключенные и к 3 вот 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 почему потому что они посмотрите они в нормальной гражданской одежде потому что заключенным запрещено уходить нормальный гражданской одежде у них есть только роба поэтому скорее всего это исправительный центр то есть это люди условно говоря которые там не платят алименты там или перешли дорогу в неположенном месте то есть это довольно легкое наказание и можно иметь гражданскую одежду то есть и судя потому что если это так то им еще за это работу заплатили никакая и добровольная вещь там у бабу 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 да мы всем всей душой все пары чё потом и самое главное если бы не было войны и мобилизации о этой семье здоровая маленький детьми был бы мужчина вполне мог бы сам поколоть эти мировой или нанять людей которые сделали их точно до помогать своей жене заниматься воспитанием собственных детей, чего не могут сделать никакие заключенные. А тем временем Министерство юстиции совместно, как раз со всем, оно уже создало порядка 37 тысяч мест для отбытия наказания в виде предназначительных работ с проживанием осужденных в исправительных центрах. Тотико всему, вот мы видели заключенных и именно из исправительного центра. И об этом сообщает министр юстиции Константин Чуйченко. И таких мест будет к 2025 году создано порядка 80 тысяч. Вот он что рассказывает. Достоинство этой меры состоит в том, что люди работают, получают деньги, они уже готовятся, как говорится, к выходу в свободную жизнь. И ко всему прочему, они сдают базис, потому что они получают не ущемляющих человеческое достоинство за работную плату и живут в нормальных условиях. Как это по-русски будет? Врет, 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 товарищ Чуйченко, врет. В каких на самом деле условиях живут заключенные в этих исправительных центрах? Посмотрите на канале МЫР. Заключенные сами сняли видео и рассказали, что там и как. Это видео называется «No how sin». Посмотрите, не пожалеете. Под нашим сегодняшним выпуском будет отдельно еще висеть ссылочка на это видео. Посмотрите, не пожалейте. Там, например, заключенные грузят мясо. И, в общем-то, мясо, например, вы рискуете купить своим детям, сделать из них котлетки, там и супчик. В общем, все это довольно опасно. Ну, а мы давайте сейчас посмотрим видео, которое мы приготовили к этому стриму. Это видео из Чувашии, где мобилизованные солдаты стоят на первом уровне вокзала перед тем, как отправятся на войну. Давайте его посмотрим. Оно очень короткое, оно впечатляющее. Меня поразило вот это сочетание двух флагов. Один из них — это флаг Республики Чувашия, оранжевый с национальным орнаментом, а второй — это черно-желто-белый флаг с двуглавым орлом. В просторе еще он именуется имперкой. И долгое время он был символом, ну, сейчас, наверное, является символом националистических организаций, тех, которые до революции называли чемносотенными, сейчас называют националистическими. И их сочетание, конечно, довольно парадоксальная вещь. И самое главное, вот эти солдаты, мобилизованные, они так радуются, сейчас они их спасают в поезд, они пойдут в Украину, там будут убивать, их будут убивать. И нет раз мобилизованных все-таки оттуда возвращаются. И еще одна парадоксальная новость, она пришла на этой неделе из Подмосковья, где 8 мобилизованных, сбежавших из Луганской области, приехали в отдел полиции в Подольске, 8 мужчин с пулеметными автоматами и сказали, что они хотят сдать оружие. Это мужчины из Калининграда, они сбежали, они уехали из Луганска. Этих мужчин у них забрали оружие, а самих отправили в одну из военных частей, с ними будут работать военные следователи. Я не знаю, видно или слышно ли меня, наверное, я надеюсь, восстанавливается. Не очень у меня хороший интернет, наверное, извините меня, пожалуйста. Если меня не было слышно, я рассказывал про историю мобилизованных из Калининграда, которые уехали, сбежали из-под Луганска и пришли в отдел полиции в Подмосковье, сдали все оружие, и полицейские вызвали к ним военных следователей. Ну и я перейду к очень-очень нашумевшему изображению, которое появилось на улицах Ижевска, которые рекламируют услуги похоронных агентств. Как раз, вот, собственно, там явно имелось в виду услуги для мобилизованных их родственников. Вот на одной из улиц Ижевска появился билборд, рекламированный доставку груза 200. Его разместило виртуальное агентство Миссия С, ну или Миссия С, если они считают, что это С. на сайте которого говорится, что отправка груза 200 осуществляется из Ижевска в другие регионы России и даже в страны СНГ. Доставка предусмотрена самолетом, поездом или автотранспортом. А тем временем в агентстве, в этом агентстве Миссия С, телеграм-каналу Подъем заявили, что россияне умирают не только на СВУ, и речь идет в целом о репатриации, а не только о доставке тел солдат из Украины. Реклама вызвала реакцию, но больше со стороны конкурентов. НИФа туда ее в качели, разяки издает. Слово груз 200 это жаргон военный, так называется транспортировка самолетом. Мы сейчас изменили формулировку на репатриацию, сказал гробовых отделов мастера Безинчук, и дело его бессмертно. Насколько я помню, гробовых отделов мастера Безинчука не было проблем с бизнесом. В любом случае он всегда находился для клиентов. Но вот в этой новости, вот в этих плакатах, вот в этих рекламах, которые появляются, есть еще один момент, вот есть такое понятие дегуманизация. Обычно оно применяется к своим противникам, подхрюкивающим, подсвинкам, предателям, паразитам и так далее. Паразит, кстати, это слово, которое очень любили использовать на радио тысячи холмов в Уганде, после чего началась резня народов, тукси и хуку, конфликт между ними. Но Груз-200 это же не просто перевозка самолетов, это еще и тела погибших, и они тоже превращаются просто в Груз, уже даже в глазах тех, кто вроде как поддерживает войну. Они дегуманизируют не только врагов, они дегуманизируют, демонизируют, в том числе и себя. Но реклама, она бывает вообще, вот видимо, это популярная услуга, потому что в Краснодаре, давайте посмотрим фото, вот гроб в подарок похорон на агентство Пандора, ящик, который, наверное, не стоило открывать, вот такие флайеры появились. Ну, там, естественно, сказали, что это фейк, и какая-то крыса из агентства запустила или не из агентства запустила его в сеть, но жители Краснодара рассказывали, что около торгового центра Карнавал вот акция 1 плюс 1 равно 3, третий гроб бесплатно. Это очень плохая математика. Да, но и, судя по всему, люди, которые назвали похорон на агентство Пандора, способны еще не на это. Еще о гробах. В Челябинске мусор выбросили скрытый, скрытый, еще раз, вскрытый, цинковый гроб. То есть, там до этого лежало чье-то тело. Известно, чье. Судя по написанию таблички, в нем с Украины привезли военного Сергея Гладких. Это выяснило издание 74.ру. Похоронами занималась ритуальная служба «Ангел». «Ангел». Сотрудники «Ангелы» похоронили военного в обычном гробу и зачем они его перекладывали туда-сюда осталось неизвестно. А как цинковый гроб оказался на свалке, затруднились ангелы затруднились объяснить. При этом мы знаем, что в октябре Белгорода на свалку выбросили сразу несколько цинковых гробов. Вот мы можем показать фотографии. Полиция нашла 53-летнего мужчину, который выбросил эти гробы и еще пакеты для трупов. Полицейские сосали на него протокол за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. А так норм. Протокол. Ну, какой-то повод нашли. Хотя лучше бы гробов вообще не приезжали ни в Белгород, ни в Челябинск, ни в Сыктывкар. Житель Сыктывкара, 20-летний парень, он нашел способ не отправиться на войну. Он пришел в военкомат по повестке по осеннему призыву и на глазах у сотрудников военкомата поранил себе руки. Такая мягкая формулировка, хотя на самом деле речь идет о том, что он сказал в Вену. В министре авиакомии подтвердили, мы к ним обращались, и очень интересная тоже формулировка в комментарии. Нашему журналисту сказали, что парень пытался воскрать Вену ради шантажа. Сейчас он находится в психиатрической больнице, как это обычная процедура в таких случаях, в удовлетворительном состоянии. И к сожалению, на такие вещи приходится идти людям для того, чтобы не идти на войну, для того, чтобы не возвращаться из-за Луганска в Подольск, не сдавать оружие, или не приезжать в Челябинск в цинковую гробу. И вот, например, месяц назад, если помните, мы это, по-моему, обсуждали на одном из стримов, мобилизованным проследил себе ногу в учебном центре Новосибирска, чтобы не участвовать в военных действиях. Не ходите на войну, ищите способы, говорите нет, это плохо. Не ходите на войну и подписывайтесь на канал, показывать это видео всем, кто собрался, чьи близкие, чьи родственники собираются идти на войну. Не ходите на войну. Не ходите на войну. А что будет, если не ходить на войну, при этом, если ты мобилизован? На Камчатке у нас первый приговор. На Камчатке суд приговорил мобилизованного к реальному сроку за отказ воевать в Украине. Но не пугайтесь, послушайте лучше. 35-й гарнизонный военный суд города Петропавловска Камчатка назначил Алексею Бреусову год и 8 месяцев колонии-поселения. Колония-поселения это там, где можно иметь деньги, ходить в своей домашней одежде и выходить на улицу в магазин или в поликлинику год и 8 месяцев. Это лучше, чем приехать в сын к вам гробу, который еще плюс ко всему и выбросит на помойку. Это лучше год и 8 месяцев. Ну и тем более, в общем, к тому же, я думаю, что можно и попасть в списки политзаключенных, если у вас это сознательная вещь. Так вот, по версии следствия, 6 октября мужчина в военно-воследственном отделе СК отказался воевать и поехал в зону спецоперации, осознавая объявленную мобилизацию. Ну, еще и Бреусов обжалил приговор в Сехьянский флотский суд и правильно сделал. И вообще, конечно, Бреусову стоит поддержать просто всеми силами. Молодец, Бреусов. А в конце ноября Псковский гарнизонный военный суд назначил контрактнику условный срок за отказ воевать. Военный, это из приговора, самовольно оставил место службы и пункт время дислокации войсковой части. То есть, лучше посидеть и получить за этот год с небольшим или условный срок, чем убивать мирных жителей Украины, чем идти с оружием в руках туда, куда вас не звали и ничего вам плохого не сделали. И чем самому приехать в Цинковом гробу? Не ходить омывай. И в декабре, через два месяца после того, как у нас вроде как закончилась мобилизация, хотя ни одного документа о том, что она закончилась, нету, прошла очередная волна поджогов военкоматов, видимо, от горячей любви граждан к этим замечательным учреждениям. Давайте посмотрим фото. Это в Саратовской области. Бутылка попала в кабинет бутылка с остатками бензина и масла попала в кабинет дежурного, помещение сильно пострадало. Но интересно в этой новости даже не то, что снова начались усилилась вот эта волна поджогов, сколько личность того, кого поймали местные полицейские на следующий день после вот этого инцидента. Им оказался 41-летний Данил Акимов. Интересно, что больше 10 лет назад, в 2011 году, он был избран в Совет Знаменского муниципального образования от Единой России. И не знаю, обычно в таких случаях говорят нам слова типа началось или не началось, но даже до депутатов от Единой России доходит, что то, что творят их коллеги в государственной думе, то, что объявляет их президент, это неправильно. И военкомат не то место, куда стоит приходить. А это создают не только депутаты Единой России, осознавшие что-то, видимо, такое. В Подольске, совсем рядом с Москвой, военкомат попытался поджечь 70-летний пенсионер. Давайте посмотрим видео. субтитры Субтитры делал DimaTorzok И молодцы, молодцы У меня, конечно, первая мысль была, когда я на неделе увидел это видео, что Гай Ричи и Квентин Карантин просто отдыхают Ну это вот сценарий просто отчаянных пенсионеров Это очень сильно, но мы сегодня еще будем говорить о доносах и о том, как разъедает российское общество вот эту мысль о том, что стоит стукануть там, помочь государству Но здесь просто полицейские проявили бдительность, они мимо проезжали и увидели какую-то движуху рядом с своим командой Возможно, все-таки я думаю, что речь идет о доносе, что очень быстро они приехали Так вот, московским дворникам предлагают ехать на фронт, рыть окопы В южнопортовом районе Москвы дворникам предлагают поехать на Донбасс В качестве добровольцев рыть окопы оплата 8 тысяч рублей в сутки, 50 тысяч рублей сразу переводят на карту в качестве зиновременной выплаты При этом работники метлы и лопаты, дворники массово отказываются от такого предложения Двое дворников из соседнего района уже погибли на войне Ну, собственно, видимо, все-таки эта инициатива, она довольно широкая И много народу уже подписали какой-то вот такой дурацкий контракт Ну, для дворников 50 тысяч – это фантастические деньги Да Какие-то дворники, наверное, участвовали в украшении Челябинска Давайте посмотрим фотографии Вот такой вот дивный, посмотрите, праздничный дизайн-дизайн Челябинска Ну вот, насмотревшись на такие красоты, люди забывают, наверное, о том, чему их учили в детстве Уважением к старшему, например Или, может быть, не ко всем старшему в России надо проявлять уважение Давайте посмотрим видео про уважение к старшему А я не два раза в жизни там была молодостью Я не имею отношение, ведь там знакомых там нет Там-то еще страшно, вы поедете, помогите Вы поедьте, вот, куда вы суете Которые в Галошах пошли воевать Резиновых сапогах и танках и тупорет Вот все разворовано Российские танки на тупоретах Нет, и в резиновых, нет Это тоже вопрос. Я говорю, империя. Это империя такая, но по порядку. Вот такое видео. В России запрещают говорить слово «война», запрещают в медиа писать о моделизации. В России судят за слова. Но даже в такой ситуации у людей прорывается. Люди хотят об этом говорить, люди хотят это обсуждать. И единственный способ, как выясняется этот разговор, прервать – это хамство и насилие. Как вот этого мужчины. Страшно смотреть на это. Страшно смотреть. Страшно смотреть. Очень страшно. Это женщина, там чья-то мать, чья-то бабушка. И реакция, конечно, пассажиров. Но никто не сказал ничего. Империя на кабуретках. И еще немножко о том, как меняются моральные нормы. Я только что говорил, что мы сейчас начали обсуждать доносы. И вот доносы стало известно про некоторые события, которые предшествовали задержанию студентки Олеси Кривцовой. Вот, где я не вижу, в каком регионе. Прошу прощения, у меня слетел мой текст. Девушка выступала против войны. Она выкладывала stories в своем инстаграме. И ее однокурсники начали это обсуждать вот в чате. Сейчас я посмотрю, какой регион. Расскажи, какая история, а я какая регион. Да. И ее однокурсники, они начали обсуждать в чате, что надо сделать для того, чтобы остановить ее антивоенную активность. И одна из цитат из этого обсуждения, донос долг патриота, а еще лучше освещение в медиа. Травля все сделает лучше, чем МВД. Они в телеграме как бы обсуждали и писали о том, что надо сообщить ФСам, имеется в виду, наверное, сотрудники ФСБ, о мотивоенной позиции Олеси Кривцовой. Непонятно, правда, написали они этот донос или нет. Вот. Олеся об этом узнала из сообщений, которые один из однокурников ей переслал. Но в итоге уголовное дело в отношении нее по статье о дискредитации армии и оправдании терроризма все-таки появилось. Сейчас она находится под стражей, ее допрашивают. И случилось это в Северном Арктическом Федеральном Университете. Это высшее учебное заведение в Архангельске. Совершенно верно. Да, прошу прощения. Как это возможно? Это и вот то видео, которое мы только что увидели, и вот это обсуждение доноса, обсуждение травли, это, на мой взгляд, это ужасное, это разложение моралью, просто разложение каких-то, не знаю, обычных норм общежития. Вот насилие по отношению к пожилой женщине, с которой ты не согласен, травлю в отношении девушки, с которой не согласны ее однокурсники. Это называется моральное разложение. Точнее, именно это называется моральное разложение, а не радужные флаги. Я рассказываю о том, как люди хотят поменять пол. А при этом, собственно, военных продолжают обеспечивать кто? Передобольные россияне. Вот, например, в Крыму делают печки-буржуйки для фронта. Из демонтированных ларьков и гаражей. Сносят для этого гаражи и ларьки, которые посчитали незаконными. Как известно, посчитать незаконным у нас можно все, что угодно. И вот из смещенного делают печки-буржуйки. Но при этом по всей стране граждане плетут маскировочные сети, шинбалаклавы, изготавливают вот эти вот сальные свечи из консервных банок, собирают деньги на еду. Здесь рисуют открытки, пишут письма на фронт. И некоторым солдатам удается записать благодарственное видео и, собственно, отправить благодетелям своих. Давайте посмотрим одно из таких видео. Труд. Огромное спасибо, что прислали носки. Будем носить бережно и будем защищать всех. Вы слышите, да, он говорит, и гремят взрывы где-то рядом. Сколько лет этому мальчишке? Ему на вид лет 20 на нем каска не держится. Мне кажется, ему меньше. Даже меньше. Это ребенок. Это ребенок, которому нужно учиться. Долго-долго учиться, работать. Не знаю, потом жениться. На мальчике или на девочке. На ком захочет. На ком захочет, конечно. Ну, потом уже подумать над тем, что вообще его понесло в Украину. Стоит с этими носочками. Спасибо за носочки. Сосочку. Сосочку. Жалко парня. Ну, конечно, вот как-то я понимаю, что он может взвести курок и убить. И он наверняка это делает. Но в голове-то там нет ничего. И быть не может. Спасибо за носочки. Буду бережно носить. Не в такой обстановке и не в военной форме нужно говорить бабушкам спасибо за носочки. И не для того должны бабушки вязать, по-моему. Но с детьми вообще в России странные вещи происходят. Еще один депутат от Единой России, замсекретаря, ну, политик от Единой России, замсекретаря Новосибирского регионального отделения этой партии Валерий Ильенко, решил поздравить с наступающим Новым годом семьи, в которые отдали вывезенных из Донбасса детей. Он подарил им мыло этим семьям. Давайте посмотрим фотографии. Мыло детям. Вот такой депутат, вот такие несчастные дети, такие хоромы где-то, это видим, как официальное здание. Депутат Ильенко рассказал, что идея была не его, это была его идея отвезти мыло, вот передать мыло семьям, которые передали детей из Донбасса. Его поддержали производители моющих средств, ну, вот как-то так говорит депутат Ильенко, они предоставили моющие средства, мы их доставили, все. Новосибирск небольшой городок, мы все друг друга знаем, производители вот этого мыла, это его друзья. Я сказал, что вот такая есть ситуация, 14 семей приняли ребятишек из Донецка и Луганского, вот разговаривали, срок говорит, мы можем это организовать и сделать. В каждую из этих 14 семей вот пакет с мылом привезли и подарили этим детям наборы конфет. Но откуда эти дети появились? Какие события привели их в Новосибирск, которые находятся там в тысячах километрах от Украины, от Донецка, от Луганска? Об этом депутат как-то не говорит. Неизвестно точно, сколько детей всего было похищено в Украину и перевезены дети в Россию, отданы в приемные семьи, в патронатные семьи, в опекунские семьи, за что эти семьи получают отдельные деньги. Это все не сердобойность, это для многих работа, если не бизнес, да? Это работа. Просто такая работа. Воспитывать украденных детей. И мыло. Вот опять же мыло помогли. А тем временем в аннексированном Крыму детский лагерь отказался вернуть ребенка домой в Херсон. Об этом пишет британская Гардиа, вполне уважаемая медиа, которая вообще, конечно, очень долго проверяет информацию, прежде чем ее публиковать. То есть украинская сторона заявляет о тысячах похищенных детей, но вообще-то похоже, что так оно и есть. К ужасу, к ужасу. Мать одного из удерживаемых подростков поговорила с журналистами Гардиа. В октябре отправила 14-летнего сына в детский лагерь в Крыму. Я напомню, что в октябре Херсон уже был присоединен к России посредством референдума. И в Конституцию внесен, потому что референдум был, по-моему, 27-го, что ли, да, в сентябре, что-то в этом духе. Это было в октябре. И она отправила его в Крым, в детский лагерь, чтобы он был подальше от обстрелов. А вернуться домой в Херсон он должен был через две недели. Но как раз через две недели город начали освобождать в СУ. И маме сказали, что возвращение сына откладывается, откладывается, откладывается. А директор лагеря объяснил решение тем, что его мать этого ребенка говорила, что хочет, чтобы ее сын вернулся в Украину. Вот ведь нашла измену директор лагеря, а значит, мать не признает, что Херсон – Россия. А значит, недостойно воспитывать сына. Вот так. Вы в России, вы не должны заниматься всякой странной ерундой. Я не знаю, кто теперь будет с тобой разбираться, но ты не вернешься в Херсон, ты 100% можешь сказать спасибо маме за это. И так заявил директор лагеря 14-летнему подростку. И, собственно, насильно его удерживают сейчас в Крыму, пока ее мать пытается добиться возвращения ребенка домой. А вот другая мама рассказала Гардиан, что в августе 12-летняя дочь из Балаклеи Харьковской области поехала на юг России и до сих пор не вернулась. И эта женщина утверждает, что не менее 100 человек из тех, кто путешествовал с ее дочерью, все еще там и насильно удерживается на юге России. Вот интересно, в картине мира директора лагеря Херсон – это Россия или не Россия? Почему мальчик не может вернуться домой в свою страну? Я думаю, что дело не России, не России. Тот черт ногу сломит в голове у директора лагеря. Просто есть мать. Есть мать, где бы она ни жила. Есть мать, и ты знаешь эту мать. Ты с ней разговариваешь, ты знаешь ребенка. Ольга, а ты помнишь, видел вот этот ролик от Russia Today про замерзающих в Европе россиян? Ну, разумеется. Ждем каждый ролик. Да, это великолепное творение с поеданием хомячка или крыс, наверное. Вот, а я бы хотел, чтобы мы сейчас посмотрели другое видео, которое снято, в общем, не в Европе, не в Варшаве, не в Берлине, не в Брюсселе, в замерзающих и пустеющих, а в городке Слободском в Кировской области. Сумма пришла, у меня глаза выпадывают на этот план, да что? Так я лучше на улице палатку поставлю, и костром буду разогреваться на небо, так же, на одинаково. В квартире Вячеслава Платунова температура 19 градусов, но если судить по квитанции, то должно быть, как в бане. Вот так и живем, переехали медленно в палаточку, вот у нас спальничек, у нас вот матрасик, тихонько кипятим чайничек. Ох, одешевленный. В Слободском за счета за отопление составили примерно 6-8 тысяч за двухкомнатные квартиры в Хрущевку. Это двушка в Хрущевке, она, по-моему, иногда по площади меньше, чем однушка в более современных жилых комплексах. При этом вот в этих квартирах, вот как сейчас в ролике мужчина говорил, это порядка 17-19 градусов, ну прям как европриметно. Выяснилось, что такие большие тарифы из-за того, что в Слободском используются мазутные угольные котельные, а не газ, как в Кирове. Но Россия как бы пытается торговать, ну до сих пор пытается торговать газом со всем миром, но вот в небольшом городе, ну буквально в центре России, рядом с Кировом, рядом с Вяткой, газа нет и счета. Такие, что вот мужчине и его семье дешевле жить во дворе в палатке, чем оплачивать вот свою собственную квартиру. А вот жители Негани, Негань, пишется через «Я», Негань, мне очень нравится название, это Ханты-Мансийский автономный округ, откуда у нас родом, например, Морособянин. Так вот жители Негани написали письмо на электронную почту, написали письмо, знаете, куда, Paramount Pictures. И попросили их, ну не попросили, предложили снять фильм ужасов в их доме. Ну, я думаю, что вполне мог получиться неплохой фильм ужасов. Вот такое письмо. Мы уже долгое время живем в доме, в стане которого настолько ужасно, что напугает любого. Наш дом действительно годится декорациям, фильмам ужасов. Просим вас посмотреть это видео. Возможно, вас это заинтересует, написали жители Негани. Давайте посмотрим видео, которое отправлено в Paramount Pictures тоже. КОНЕЦ А знаешь, что власти сказали, что нужно делать с этими квартирами? Вот, в общем, не фильм ужасов снимать. Гениально, это гениально. Возможно, это так повлияло именно Paramount Pictures, сейчас я не знаю. Но власти предложили... Слушайте, может быть, давайте дадим зрителям хотя бы 30 секунд, чтобы угадать, что предложили сделать жильцам этого дома власти Негани Комасийского округа. Я пока вот говорю-говорю. А вы в чатике напишите, как вы думаете, что они предложили сделать. Слушайте, вы ни за что не повеситесь. А вы же как-то догадаетесь. Посмотрите, в чатике догадался кто-нибудь? Нет, я тебе взгляну в чатик, в наш чатик. Ну, раз, два, три. Власти Негани предложили жителям, Олег? Они предложили жителям сдать эти квартиры другим людям. То есть буквально. Да-да-да, и пока другие люди их, наверное, снимут, могут подыскать другое жилье себе пока-то, вот туда-сюда. Это прекрасно, это прекрасно. Ну, не знаю. Кроман Пикчерс точно может сделать на этом бизнес? А вот смогут ли какой-то бизнес из своей квартиры сделать жители вот этого дома? Я не знаю. Ну, очень похожая история происходит в Рязани. Там 9 декабря тоже в старом доме произошел взрыв газа. Обрушился один подъезд, два человека попали в больницу. На следующий день жильцов к соседнему подъезду запустили назад квартиры. И мэр Рязани, Елена Сорокина, сказала, что дом, в общем, можно восстановить. Вот этот дом, который можно восстановить. И жители этого дома, они логичны. Они сказали мэру и губернатору, ну, приезжайте, поживите после восстановления. Во время вот этих восстановительных работ квартиры из-за повреждения теплокраса остались без отопления. Ну, то есть, в общем, тоже у нас Европа замерзает. Рязань-то тоже Европа. И, по словам жильцов, на стенах появились новые трещины, помимо тех, которые после взрыва были. Но самое главное, что до взрыва дом тоже был пока трещинами. И одна жительница рассказала изданию «Рязань ведь сбоку», что ей страшно возвращаться каждый день и оставаться в квартире с сыном. Истрагиваем от каждого звука. Ну, конечно, кому бить страшно-то, конечно. Пока в Украине люди дрожат от каждого звука, потому что на них падают российские ракеты, в России как бы мэр с губернатором справляются без привлечения Минобороны. Дом разваливается сам по себе. И люди там боятся. Но, тем не менее, опять же, даже в таких условиях, даже при таком наплевательском отношении со стороны чиновников, жители в России продолжают отстаивать свои права, продолжают выходить на улицы. В Самарской области, в микрорайоне Волгарь, люди вышли на пикеты из-за загрязнения воздуха. Там вонялось сероводородом, и поддельная концентрация этого вещества была привычена в 50 раз. Но вообще это опасно. Сероводород – это опасно. Это опасно, это очень вонючее, невозможно как бы этим дышать никак. По данным движения «Нам здесь жить», вот эта ситуация, она продолжается с сентября, и воздух совершенно не очистился. И с 23 по 25 число, декабря, жители устроили серию пикетов. Это их третья акция за несколько месяцев. И с проблемой грязного воздуха люди сталкиваются. И в той же самой Рязани, о которой мы только что говорили. И в сибирских городах, в Красноярске, помните, мы говорили про это, черный смог, который там стоит. И единственный способ, по большому счету, у них остался, это выходить на улицу с плакатом, как бы это ни было. Что опасно в России, люди говорят о том, что так жить нельзя. Хватит править, сделайте то, что вы должны сделать, а не войны. Но проблема, в общем, она во многом еще из-за того, что у того же самого мэра-губернатора, у них и полномочий, в общем, не так уж и много, потому что очень много полномочий забирает Москва. Как бы деньги нам, ответственность вам. И в России последние 10 лет шел процесс деконструкции федерального устройства. И последним бастионом вот этого федерального устройства оставалась Республика Татарстан. И до 31 декабря Республика Татарстан должна сделать одну вещь, которую делать очень не хочет. В Татарстане был второй президент России. И последний президент России, кроме Владимира Владимировича Путина. Кадыров держался довольно долго. Кадыров держался долго. Вообще по Лужской Республике до 2014 года проходили вот эти болезненные переименования, потому что Владимир Владимирович считает, что президент может быть только один. Но Татарстан держался до последнего. И очень интересное решение принял Госсовет Республики. Они внесли все-таки в Конституцию вот эти поправки. И следующий глава Татарстана будет называться арабским словом «Раис», который переводится как «начальник». Но до конца полномочий текущего президента Рустама Миниханова он по-прежнему будет называться президентом. Я очень надеюсь, что Миниханов президентом так и останется, потому что вот это параноидальное стремление остаться единственным начальником закончится вместе с его носителем. Почему ты вспомнил с Раисой Захаровной? Раиса Максимовна у нас еще была прекрасная женщина. Прекрасная женщина. Раиса Захаровна, она как-то вот этим вот совсем как-то все-таки, мне кажется, ближе к политике. Тем временем, перейдем к светским новостям. Светские новости. 1035 рублей за 25 грамм телятины, запеченные в соли. Это стоимость одной из закусок на празднике столетия российской авиации. Авиапирозки к концу года сократились на четверть. Это мы знаем, что самолеты возглавятся на запчасти. В Европу запретили летать, а украденный иностранный самолет ремонтировать нечем. Ну, разве все это помешает отметить столетие гражданской авиации в Росавиации? Росавиация потратит больше 10 миллионов рублей на закуске алкоголь для фуршета. Полигон Медиа обнаружил это в госзакупках. Посмотрите. Фото меню. Пастрами с труфельным кремом. Кадапей с тигровой креветкой. Копченая осетрина. Сравяли на деликатесы. Из недружественной Италии. Все это запрещенное в России. Санкционочка. Ну и... Роскошная поминка Росавиации. Летать нельзя не только в Европу. Летать нельзя, например, в Гелгород и Воронеж. В Курск нельзя летать. В Липецк нельзя летать. Что случилось? И вы знаете, почему? Да, что случилось? А вот в Тверской филармонии там тоже пришлось сильно потратиться, но уже навстречу с Прекрасным. Прекрасное это Никита Михалков. Оказывается, что два часа разговора с Никитой Михалковым, даже не два часа, а два академических часа, то есть полтора, так вот они стоят 3,5 миллиона рублей. Если точно, 3 миллиона 450 тысяч рублей. И уверены, что совсем недовольны, потому что в Курске филармонии. И вот так там оплатили выступление пропагандиста. Оно называлось «Русское искусство. Зеркало русского характера». А я правильно понимаю, что за 20 часов разговора Никита Михалков может купить квартиры всем жителям либо дома в Нигане, либо вот дома в Рязани, на который мы сейчас смотрели. Это ведь не так много. Меньше суток поработать. Ну что ж, я думаю, что можно уложиться насчет Нигане и в меньшую сумму. И я уверена, что Никита Михалков сейчас нас услышит. Или ему передадут. Он возродает, у него просмотка пояса, он так и сделает. В следующем стриме мы расскажем, как Никита Сергеевич Михалков купил вообще дом. А как купить дом в Нигане, если там вот как-то нет ничего. Построил дом, привез в хрук, поставил там унитазы, подключил отопление. И жители Нигане зажили хорошо. Мне кажется, для жителей Нигане не помешал бы государственный застройщик, которым их собираются создавать почему-то в Луганске и Донецке. А не вот в таких вот местах, где дом огниют. Ну, чиновники не все празднуют, в общем. Не все ходят на такие роскошные поминки, как поминки Росавиации. Некоторым придется вот под Новый год, или может быть сразу после Нового года, пройти специальные уроки о государственных символах. В Томске областная администрация выдала детям, участникам детского шоу «Талант» вот такие прекрасные грамоты. С флагом. Я долго вот искал, что это за флаг, и вот я затрудняюсь выбрать даже. Моравия. Моравия. Мужицкая Моравия. Нет, я специально смотрел. Это есть два флага. Это флаг княжества Шаумбург-Липке, который находится недалеко от тебя, в Центральной Германии, в Нижней Саксонии. Или это флаг Федерации трех народов, поляков, литовцев и русинов, который был во время восстания в Польше в 1863-1864 годах. И вот чтобы чиновники такого больше не допускали, а для них проведут специальные занятия. А по чем, интересно? Кто-то бюджет выделит на это дело. По государственным символам. Потому что чиновники, они хотя не знают, как выглядит российский флаг, но болеют всей душой за область и за Россию, сказал начальник департамента Томского администрации Ирина Грабцевич. А ведь это очень и очень легко выучить. Российский флаг напоминается от слова «бесик». Бесик в моем детстве раннем, это был такой компьютерный язык, язык программирования «бесик». Собственно, можно как маленький бес, тоже «бесик». И, пожалуйста, бело-синий-красный. В моем детстве говорили, что российский флаг такой, потому что в России есть место красным, белым и всем остальным. Но с тех пор прошло очень много времени, и в России, по-моему, нет места сейчас ни красным, ни белым и всем остальным. Ну уж тем более всем остальным. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. И мы сейчас перейдем вообще к детективным новостям из мира отравителей, спецслужб и так далее. В отставку отправили начальника научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарна Черновольцева, пишет инсайдером. Почему для нас это важно? Да это именно и он отравитель. Это он, начальник новичка. У всех новичков. Он курировал не едва, где разрабатывают яды, и чьи сотрудники участвовали в отравлении Алексея Навального, Дмитрия Быкова, Владимира Карамурзы. По официальной версии, генерал отправили в отставку под достижение пенсионного возраста. Но источник инсайдера утверждает, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками. Утечки, там баз данных, кто куда чего летал, кто кого травил. Это и позволило журналистам опубликовать расследования, в том числе, приближенных Путина. Еще два года назад Эдуард Владимирович прятственно заверял руководству страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо, заявил собеседник инсайдер. А еще один источник издания сказал, что черновольцев долгое время жил в Киеве. Очень сожалел в начале военной операции на Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко. Среди чем не сомневаюсь на самом деле, что генерал, вполне возможно, скоро окажется и в Лефортово. Давай о хорошем. Да, лучше сейчас поговорить о чем-то хорошем. И вот одна из тоже противоречивых, но вселяющих какую-то надежду новостей пришла из Иркутска, где женщина Марина Розаева осудила 500 тысяч рублей за пытки в полиции. Собственно, сам инцидент произошел в 2016 году. Рядом с домом женщина произошло убийство. Оперативники попросили ее проехать с ними в отдел полиции и посмотреть на фотографии подозреваемых. Мы видим, просто видела ли она кого-то из этих людей. А в отделе уже полицейские пристегнули Марину наручниками главки, надели на голову пакет и стали бить, сжечь электрошокером. А противники требовали от нее дать показания. После пыток женщина обратилась к врачам, у нее были многочисленные ушибы головы и тела и электроожоги. Суд все-таки спустя пять лет приговорил одного из полицейских к четырем годам в колонии, его подчиненных к трех с половиной годам. Но еще два года длилось разбирательство по компенсации. И женщина подала иск на один миллион рублей, потому что все-таки и лечение, и потеря кровоспособности это стоит денег. Но суд скостил, что называется, сумму в половину, выплатил всего пятьсот тысяч рублей. Но все-таки мне кажется, эта новость про то, что если проявить решимость, если проявить упорство, то можно добиться ну хоть какой-то компенсации российского государства. Да, всегда нужно проявлять упорство, всегда нужно проявлять упорство и защищать себя и своих близких. Это всегда, всегда приносит результат, всегда. Пусть это будет может быть позже, может быть не так, как бы вы хотели, но это принесет результат. Это всегда лучше, чем инфантились и у меня лапки, ничего давайте не будем делать. Ну вот здесь Марина Розаева помог фонд «Общественный вердикт» и в России продолжают действовать правозащитные организации, как бы не давило сильно их Минюст и все остальные как-то хрюкующие подсвинки Минюст. В Дагестане 15 лет шел суд между жителями нескольких деревень, которые пострадали от затопления водохранилища. И опять же сам инцидент произошел в 2008 году в Унцикульском. Я боюсь вычитать незнакомое название, чтобы не ошибиться. Дома и огород в Унцикульском районе затопилось из-за строительства органесской гидроэлектростанции. При запуске ГЭС пострадали более 10 тысяч человек. Самый массовый коллективный иск в истории России 567 жителей вот этих населенных пунктов попадали в суд в 2020 году. Они просили, то есть они долго добивались того, чтобы им выплатили какие-то компенсации. Они просили признать незаконным бездействием эконом-развития правительства Дагестана и Республиканского Министерства Энергетики. Мосгорсуд в марте удовлетворил этот иск, а жители не получили выплаты, записали видеообращение к главе Дагестана. Уже власть республики покрасили суд заново рассмотреть вот этот инцидент. И 25 декабря Кавказский узел сообщил, что касаться в Москве все-таки обязал чиновников подготовить документы для выплат жителей. 15 лет люди добивались того, чтобы им заплатили за то, что их дома смыло, просто смыло во имя больших государственных интересов. А вот еще один гад. Сотрудница Кольчугинской больницы Наталья Шамолина. Кольчугина это Владимирская область, и там была прямая линия с губернатором. Ай-яй-яй-яй-яй, прямая линия с губернатором. Путин отменил прямую линию, а губернатор и вот теперь его нажаловались. Авдеев зовут губернатора Владимирской области. Она рассказала этому губернатору о низкой зарплате. Послушайте, какая. Вечно работает уборщицей на ставку 3300 рублей в месяц. Ну, понятно, что на день прожить невозможно, поэтому она еще подрабатывает санитаркой. После вычета налогов получает около 18000 рублей на руки. Вообще. Уборщица. Но с октября Шамолиной и ее коллегам недоплачивают по 4000 рублей, потому что в бюджете нет денег. Началась прокуратура, то все, обещали деньги выплатить, прокуратура прям обещала проследить, но пока ничего нет. Интересно, выплатили ли к Новому году, пока только обещают и обещает эта прокуратура. Но госинспекция трудовая еще только собирается когда-нибудь оценить размер заплат от работников и механизм их начисления в области. Это бюджетники. Поэтому я сомневаюсь, что санитарки и уборщицы Владимирских больниц встретят Новый год достойно, к сожалению, власти. зато в Новый день конечно ничего. Ну не самая плохая новость тоже. Это новость из Екатеринбурга. Там началось рассмотрение дела местного преподавателя Артема Изгагина, на котором пожаловался депутат Госдумы Александр Химштейн. В начале войны Артем Изгагин выложил у себя в Инстаграм свое фото в вышиванке и подписью «Когда мы перестанем быть скотами?». Экатеринбург считал, что это фото оскорбляет россиян и попросил как-то с этим разобраться. В отношении Артема Изгагина составили протокол и дальше прошла судебная экспертиза этого высказывания и лингвист Роскомнадзор что удивительно в результатах экспертизы написала, что в записях педагога нет признаков дискредитации российской армии и каких-то их нарушений. Но суд пока что продолжается. Там просят насколько я знаю адвокаты поговорить с полицейскими которые составляли протокол. И чем там все закончится мы знаем только после Нового года. Следующий суд там будет 11 января. Ну и вот еще есть те кто не боятся. В Новосибирске активисты вышли на одиночные пикеты в поддержку полиции крюченных. Давайте посмотрим фотографии. Один участник инфакции потребовал привлечь к ответственности за то что называл войну войной. Вообще А еще и военком опобили. Они пытались минувшую пятницу строить в одном из клубов города облаву на призывников. Один из якутских политиков Виталий Обеден его зовут добавил что власти не намерены продавать историю огласки из-за незаконности самой облавы. Тем не менее на хозяина клуба уже началось давление и он угрожает опубликовать запись с фиаско военкома. Судя по всему военком был не местный а приехал почему-то в Якутск из Хабаровска. А это случайно не тот военком который половину мобилизованных призвал по ошибке? Да, да, да. Новогодние чудеса. Давайте посмотрим видео из Комсомольска на Амуре еще один далекий восточно-российский город Женщина стоит с желто-голубым флагом и плакатом Путина в отставку и жительница города она выходит на такие пикеты каждую неделю и это прокатывает и Путина в отставку а в Перми тоже удивительное дело мужчина вышел на антивойнный пикет с плакатом свободы слова не преступления нет войне он сумел просто 15 минут и что самое удивительное к тому времени когда приехали полицейские он просто ушел звук звук Ольга я тебя не слышу да 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 видимо это это какую-то техническая справедливость в прошлый раз не было слышно меня но это очень плохая справедливость а вот справедливость по-донецке давайте посмотрим видео этот инцидент произошел недавно в Донецке там сожгли машину с буквой Z у нас есть видео кажется да и все вот оно видео этот инцидент произошел в Донецке где неизвестный молодой человек поджег такой не самый дешевый автомобиль на котором написал за Бучу и это происходит как раз в городе который очень давно считается Донецкой народной республикой но на самом деле это часть Украины в Казани это очень печальная история потому что в Казани прошли очень необычные похороны давайте посмотрим вот эту фотографию это похороны похороны надежды 2023 года в посте об этой акции активисты оппозиции Казани написали давайте угадаем что нам опять расскажет Путин с новогодним обращением очевидно опять заведет свою шарманку протрудный год можем хранить 2023 год если продолжим безразлично смотреть как наша страна катится в ад ну можно хранить надежды можно оставить надежду всяк сюда входящий но я думаю что в 2023 году мы должны сохранить решимость и веру в то что война это плохо война должна быть остановлена а те люди которые ее развязали должны понести за это ответственность и даже если у нас нет надежды у нас есть силы на то чтобы говорить об этом дальше и приближать этот момент да у нас снова технические неполадки и давайте посмотрим еще одно новогоднее фото это фото снеговиков пикетчиков даже снеговики выходят на пикеты потому что война это зло нет войне и давайте мы загадаем вот снеговик решил высказать свою солидарность Украине давайте мы тоже все загадаем чтобы 22 год стал самым худшим в том что случилось чтобы война закончилась чтобы Украина вернулась к своим конец чтобы Украина начала строить мирную жизнь а Россия начала исправлять те ошибки которые она свершила в 2022 году в 2014 году и все 30 лет когда мы не смогли построить страну которая не боятся наших соседей страну которая относится справедливо к собственным гражданам страну в которой люди не живут в гниющих домах и в которой люди не считают доносы доблестью патриотизма с новым годом подписывайтесь на наши каналы ставьте лайки рассказывайте о нас своим друзьям присоединяйтесь к тем кто говорит нет войны война должна быть остановлена сил нам всем сил и вера в то что мы делаем правильные хорошие вещи те кто развязал войну делают вещи омерзительные и те за которые они должны нести ответственность пусть 2023 год будет для нас испытанием которое мы пройдем с Новым годом счастливо и все и все и все и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...